Так, ребята, сегодня в теории скоростного удара. Будем рассказывать о том, как делать удары быстро. На самом деле, мы берем статиста, сегодня у нас участок требует, как-то статисты в левом движении, щитик, ничьи стилиз, даже мастер. Скоростной удар зависит, естественно, не только от скорости руки, но зависит от движения всего тела. Естественно. А также, правильно, как минимум, удержание плеча. То есть, если мы пережимаем силу через руки, то наш удар будет влезнен, потому что мышцы не движутся. Итак, одна из первых карт. Быстрый удар делается в слабый мембок. Это надо запоминать. Напряженная мышца должна держать хостинг-кар. Второй карт. Удар. 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 Для того, чтобы разогнать меч, нужно расстроиться. Чувствую момент. Момент – это то, когда противник находится на дистанции поражения. Естественно, для каждого из нас крайне неважно для поведения трениров мощности дистанции, которые я имею в виду. С этой дистанции не стоит. Наход этой же не стоит. Разница буквально 3 сантиметра, но вот эти 3 сантиметра достигаются в конфирнировке. То есть, когда у тебя собственный кальмон, который он уступил в их, мы должны визаторить, как мы начнём в силу этого удара. Мы должны почувствовать точность. Что ещё и собственность не надо знать из-за силы в виде удара? Импульс. Импульс продаётся в ногах. Понятное дело, что, раз сказано, что в виде удара делается на расслабленной руке, то у кого-то мягкость будет в ходу удара? Откуда взять силу? Силу берём в ногу. Как только пошёл шарик, как только пошёл наступать в движение, скручивая тело, то что такое будет. Нельзя забывать о том, что ключевой поезд в этот момент должен сработать как коронавирус. То есть, если правая рука пошла вперёд, то рёда рука, когда сам сажёл прямо, это передаёт дополнительный момент. Что будет, если мы остановим левую руку? И у нас получится сокращённое движение в кричной ноге. Показываем пример. Удар в первую помощь, пожалуйста. Сейчас будет громко. Ищите в первую помощь. И удар вверх. Разница в импульсе добавит. Вот в стиле удар будет очень большая разница. Если мы не отрабатываем. Задали жидкость нога. И не дали спорту. Отработать своё рукой. По палец. Всё хорошо. И если сократили движение, то, когда у нас сжимается рудная клетка, сжимается ручка. И удар ручка очень короче, потому что он не выкидывал нелепон. А дистанция – это немаловажно. И, соответственно, силы удар отличается. Полность руки. Мягкость. Что это? Как отличить? Отрабатывая это очень хорошо. Берём ударовский пенесный мячик и начинаем кидать с теткой. Кидаем на тетку, пока мы начинаем достигать сильного броска с расслабленной теткой. Сделали это в рейтинге 300 раз. Примерно поняли, как это делать. Удар. Выстрел так называемый. Скоростной ударчик. Стой. Делается примерно таким же образом. То есть, мы берём и кидаем на тетку. Опять же, движение на низ. Должно достать финальную часть. Как только мы не делаем шанс, мы должны достать. Тем круче. Смотри, вниз, вниз. Друзья, опал или не попал? Трудно в шанс. Владимир встал, открыл щедро. Это момент, который нужно для нанесения быстрого угла. Как только человек видит момент, боец должен перевести движение на низ, которое пришёл поступать, в движение на низ. Перед калку. Это не значит, как и будет при помощи. Следую. Для простоты отработки, как это сказать на тренировке, берём решение в гуру. Статическую, динамическую среди противников. Не важно какой. И начинаем бить любого газа, который нам нравится. Который мы считаем дефицитным. Ну, то есть у меня, допустим, только вот это. У меня, в любви, в любви, в любви, в любви, в любви. То есть берём, не берём никак. Любой. Кто-то берёв, кто-то берёт. И начинаем делать шанс вперёд. При этом стараемся правой ногой, вернее, первой ногой, который у нас береги, чтобы они решаются. На слева нога. Топать чуть сильнее, чтобы вышли. Так что газ, газа нет. Щека. И не совпадает с вашим оптом. Один. Значит, вы делаете куда-то примерно правильно. Встаём. Сюда. Вышли. Встаём. Оказывается, щели. Щели для этой массы. Вот здесь. И вот здесь. Здесь две точки на углу. Делаем шаг. Попадает. Ну, почти как в скорейшем ударе. Но. Опять же помню. Поскольку большинство у него занимает мистеристическое действование. Крайне важна матовая часть ударов, будет завершающая. Было бы крайне можно взять, но не будет мешать в скорейшем ударе. Чуть мы тут. Мы финальную часть ударов, скоростного, то изменяем нечем. Когда наш пленок уходит вперёд, на расплату на грузе не надо стараться на грузе не закончить. Надо чуть-чуть расплатить груз для того, чтобы пленок в угаре отрастал. Разница. О, еще два. Справим. Пленок чуть-чуть отстаёт и завершает подстягивание. Пленок чуть-чуть отстаёт и завершает подстягивание. Рисуется знак в одно движение. Сюда. 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 Если вы не будете делать это за стол, ваше движение будет спорющее. Спорющее движение следовая причина. Реально. Ну? Поэтому нам еще. Итак. Подводник готов. Шаг. Финальная часть шага должна впасть в финальную точку. Шаг. Движение не должно быть. Движение должно быть. Шаг. Быстрый удар с левой. Всегда расслабленный. Шаг. Шаг. То есть в момент удар, когда накидание стена, рука максимально расслаблена. Нельзя показать напрячь. Нельзя принимать статических положений. Статическое положение подносится в различные посильные защиты, отечки и так далее. Руку нужно быть свободным пальцем. Мы должны его положить в сторону. Опирать на себя. Опирать на себя. Опирать на себя. То есть он должен быть в противопоказательном состоянии. И увидев момент, в отличие момент для атаки, движение вперед, это не такующее астрономерное движение. Потому что это от них барбаро, скоростной, скоростной, мистер. Уважаемый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...